Автобус или маршрутка? Вот и все виды общественного транспорта, которыми можно добраться в один из самых отдаленных микрорайонов Риги – Балдыраю. Хотя рельсы проложены железнодорожные. До 58 года прошлого века туда ходили пассажирские поезда. Но сегодня по этому маршруту прошел специальный состав. На его борту прошло заседание рабочей группы по вопросу восстановления железнодорожного сообщения с микрорайоном. В путь отправилась Анастасия Ружанская. 10 часов 10 минут утра. С Рижского вокзала отправляется поезд особого назначения. Направление Балдырая. На борту чиновники Министерства сообщения, во главе с министром, а также представители Рижской думы. За закрытыми дверями идут переговоры. Очередные. О том, чтобы подобные рейсы ходили на постоянной основе и для всех. Тем более, что железнодорожное полотно, которое связывает центр города с Балдырая, появилось в конце 19 века. Дорога до порта нужна была местным предпринимателям. На частные деньги и построили ветку из центра. Для этого, кстати, через Даугаву перекинули и первый постоянный мост из металла. Им могли пользоваться пешеходы, по нему же перевозились грузы лошадьми. Позже по этой линии стали курсировать и пассажирские поезда. В основном для рабочих. Цена билета в годы первой независимости Латвии составляла 55 сантимов. И вот спустя сто лет в железнодорожном сообщении с Балдырая, похоже, вновь возникла необходимость. Да и в открытые окна поезда видно, как жители Балдырая удивлены увидеть на этой давно уже не действующей железнодорожной ветке мчащийся поезд. Снимают на видео, фотографируют. Мы должны в течение трёх лет сделать все необходимые инвестиции и договориться с городом о финансировании так, чтобы через три года тут ехал поезд. О каких расходах может идти речь, пока не сообщается. Это зависит от концепции и сложности проекта. У некоторых станций возможно размещение перехватывающих парковок. Мы видим, что первая очередь, первый этап может быть до Балдырая. Там, где есть Барбара-Октува, там конечная остановка. И следующий – это Далга-Угрива, где нужны более серьёзные инвестиции. Со стороны Рижской думы можно говорить об устройстве прилегающей инфраструктуры. Это если необходимо. И такая техническая возможность есть. Создание пешеходных переходов в районе станций, перенос остановок, если это будет требоваться, попытка согласовать расписание автобусов и поездов, если такое будет требоваться и может получиться. Чтобы добраться из Риги до Балдырая требуется 30 минут. Если идея о возобновлении железнодорожного сообщения будет реализована, потребуется всего лишь 20, вне зависимости от всяких пробок. Ну а пока чиновники в специальном вагоне обсуждали возможность пустить в Балдырая поезд, в третьем автобусе пока по старинке из центра едут простые жители. Здравствуйте, а вы в Балдыраю едете? А как вы относитесь к идее, что пустят электричку до Балдырая? Ну было, но её 10 раз уже пытались пустить, и ни разу не получалось. Но вы бы ехали? Ну почему нет? А какие преимущества на электричке? Время. Время. То есть если это 2-3 остановки, это где-то 15 минут тогда получается. А так у нас полчаса сейчас до центра. Просто необходимо, потому что строятся новые дома, объём перевозок увеличится, и поэтому необходимо. Автобусы не будут успевать. Привыкли к автобусам. То есть только привычка? Ну а то, что быстрее едет пробок нет? Если будет быстрее, значит будет круче. Пока планируется, что первый поезд из Риги в Балдыраю и обратно может отправиться в 2022 году. Он будет курсировать три раза утром и три раза вечером по рабочим дням. Анастасия Ружанская, Игорь Сковалевский с Латвийское телевидение.